Всех приветствую на канале Outlook Alive. Сегодня 6 мая, день коронации, но у нас обычный день, мы едем сейчас на гольф, я еду на фитнес, потом мы пойдем на теннис и естественно будем смотреть коронацию. Возможно многим покажется странным, что я буду смотреть коронацию, но это действительно историческое событие, это единственная страна в Европе, которая отмечает коронацию таким размахом. Много королевских домов в Европе до сих пор сохранилось, но только Великобритания соблюдает свои традиции, поэтому это такое историческое событие, я конечно буду смотреть. На гольф мы едем на Георгии, я расскажу, что права он пока не получил, но у него есть предварительные права. В Великобритании очень странная система, чтобы сесть за руль, даже на учебную машину, тебе нужны предварительные права, а потом ты дальше идешь, сдаешь экзамены, это теория, это практика и получаешь настоящие права. Теорию Георгий сдал, осталась практика и соответственно после этого он получает права. Чтобы получить права нам нужно практиковаться, поэтому практикуемся как можем. Погода у нас чисто английская, дождик, правда тепло, но может в Лондоне все по-другому. Немного опоздали на гольф сегодня, но ничего, не критично. Я тоже пойду немножко педали покручу, не пошли мне тренировки на свежем воздухе, из-за прыжков и бега у меня начала болеть колено. Это старая травма, я неудачно упала на лыжах 5 лет назад и повредила мениск и крестовую связку на ноге. Две операции, в общем все равно колено не мое до сих пор, поэтому буду заниматься в своем режиме. К тем тренировкам, к которым я привыкла, то что точно я знаю, что мне это не навредит. В 11 часов начнется коронация. Не очень популярный сегодня йога класс. Три человека вместе со мной. Сейчас еду с йоги. У нас пышные празднования коронации. Значит, что тут написано? В нашей деревне уличная вечеринка с 12 до 4 часов. Посмотрим, что там готовят. Сейчас еще нет 11 даже, но приготовление по полной программе. Ну вот наша вся улочка заставлена столами, столы задекорированы. Посмотрите, как все мило и красиво. Что тут в меню у нас сегодня? А в меню у нас сегодня, тут не только оказывается меню, тут еще и программа целая и какие-то танцы и фокусники. Ой, что только нет. Что только нет. Обязательно пойдем сюда. Все вместе. Король, хорош, да? На гоблина похож на этом рисунке. Будет живая музыка, оказывается, тут. И вот так вот сделали. Классно, чтобы можно было потусить. Если кому-то не хочется сидеть за столами, то можно вот так вот притулиться. Повторяйте. Прямо как, блядь? Повторяйте. Теперь попробую попробуем сливостью, берем и наполните. Повторяйте. Рой. Повторяйте. 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 Болючок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Гулять так гулять Вот так вот Карл Трити нам подарил еще один выходной Видимо мероприятие популярное Все идут на деревенскую вечеринку Я скучаю по этому маршруту Мы так ходили в школу каждый день Когда Лука учился в местной деревенской школе Прузик Пять минут до школы Шикарно Никакого трафика Время только 12, а тут уже куча народа Субтитры сделал DimaTorzok Народные умельцы украсили почтовый ящик Смотрите, как красиво И лошадки И карета И даже герб Карл После Апольдом приехали Луку отвезти на занятия А он не увидел никого Посмотрите, там целое стадо оленей И они от него помчались А наш дурачок ничего не видит Ничего А там олени такие красивые Там один альбинос А ему только палки нужны Олени не интересуют Смотрите, какая толпа Олени тоже стоят в недумении Смотрят, думают, что за чудовище На нашей полянке Я не первый раз их замечаю Вот они почему-то пасутся на этой лужайке Лука занимается вот здесь В этом здании Здесь детский центр Логопед Дефектолог Нейропсихолог И так далее Я смотрю олени альбинос Как вожак у них Он побежал И все за ним поскакали Вся эта оленья тусовка Пока Лука занимается Леопольд гуляет Отвечу на вопрос Он был под прошлым видео Что с Заем Не могу сейчас ответить Точно на этот вопрос Потому что Зай уехал в Испанию С моим мужем Муж сказал, что он его пристроил К своему другу Но я знаю своего мужа И я чувствую, когда он мне говорит неправду Поэтому у меня все подозрения Что Зай живет у нас на Вилле Поэтому Муж этот факт скрывает от меня И я стараюсь тоже не раздражаться Но все выяснится Через две недели Мы едем на каникулы Едем на каникулы с Лукой И там будет все ясно Поэтому буду держать вас в курсе Пока Лука занимается Он аэропсихолога Мне нужно сделать очень важную вещь Лука на следующей неделе Едет в школьную поездку Это первая школьная поездка За четыре года Последний раз мы ездили в Барселону И я была сопровождающим лицом Но в этот раз он едет на три дня И едет один Вместе с классом Дети едут разновозрастные С разными особенностями Так как школа коррекционная Все мы раздали такие визуальные подсказки Чтобы дети не особо стрессовали Даже те дети, которые не могут читать Или в силу своих ментальных особенностей Не могут ориентироваться в печатном тексте У них есть вот такая возможность Посмотреть, что будет происходить В течение трех дней они будут много заниматься Разными интересными вещами Здесь в основном информационный буклет О том, что их ждет Это ферма Очень много будет всяких разных конкурсов викторин Все, что они будут делать в течение трех дней Это они будут строить плод Они будут заниматься с животными Они будут кататься на... Как это? Тарзанка называется, наверное Дальше тут будут всякие пещеры какие-то Лазилки, типа что-то панда парка Я не знаю, как это называется Хождение между препятствиями по канатам Вот так Да, едут на три дня Лука в предвкушении Мне сейчас надо заполнить кучу форм Поэтому буду заниматься этим Я надеюсь, вам понравился этот влог Как всегда, буду прощаться с вами ненадолго Жду ваших комментариев и лайков Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok